Стали пренебрегать этим, потому что я всем надоел, но это действительно важно. Пожалуйста, размещайте ссылки на это эфиры в своих аккаунтах, в социальных сетях группах, это важно. И ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал Фейдин Лайв. Прямо вот все, кто сейчас здесь есть, те, кто не подписан, просто стукните по клавишам и подпишитесь. И на канал Алексея Арестовича, в описании к этому видео, по имени Алексей Арестович, можно тоже пройти на канал Алексея Арестовича и подписаться. Ну что же, мы тогда начнем обсуждать. Ну вот смотри, конечно, можно как угодно считать, но все-таки мы решили начать с новости, касающейся Гиркина. Не потому что нам сам Гиркин интересует. Я тебе напомню, мы ему даже предлагали, ты, по-моему, даже говорил, да что, иди сюда. А он как-то слился, как сказал, нет, я с такими подонками, как вы, все не разговариваю. Был такой комментарий, мы ей даже говорили, что нам не проблема, так сказать, не впадло с ним поговорить. Но кончилось, как кончилось, значит, они его взяли. А интересна эта история тем, что, ну, это, видимо, последствия всего 24 июня. Вот это рефлекторная реакция со стороны Путина и системы на опасность справа, опасность тех, кто еще больше ультра, чем сама власть, которая, уж казалось бы, фашисты из фашистов. Но, тем не менее, значит, Гиркин фигура доизвестной степени символическая, полковник ПСБ, много где бывал. И что ты думаешь, чем его судьба закончится и будет ли продолжение по этой политической линии дальше? Ну, после этой репрессии. Не знаю. Ну, а как ты оцениваешь то, что они... Я оцениваю, что они решили закрутить гайки, потому что у них там все пошло в разнос. Это хороший признак. Я склонен символическое значение усматривать Ариста Кинга и Гиркина в том, что, как бы, они констатировали сами у себя следующий этап разноса системы. Когда понадобилось уже таких, таких уже персонажей, которые репрессировать, да, которые, казалось бы, там уже, ну, совсем уже более надежных нет. Вот, они там все склонны говорить некоторые, что это он лично солнцемосного вождя обругал, и поэтому его фиксировали. Я думаю, это не так. Он и раньше обругивал весьма жестко. Я думаю, что они просто констатировали, что или есть какие-то разговоры, которые перешли уже грань, похожую на организацию, как чего-то. Или просто, ну, как бы, прикручивают в ультрапразах, потому что нужен серединный сценарий какой-то. В чем он должен заключаться? Сценарий и концерт. Ну, например, если они знают про перемирие грядущего. Ага. Переговоры и такие им будут мешаться. Переговоры, что вы предатели. Да, такие им не нужны, да, и они откручивают головы, чтобы тихо сидели, молчали в тряпочку. Вот, поэтому ультра могут убирать, потому что есть расчет на, как бы, на нынешний переговор. Где-то там впереди, в будущем. Почему так рано начали, большой вопрос. Ну, вообще, все, что они делают, мне лично очень похоже на попытку эскалации для того, чтобы деэскалировать на переговорах. Учение 2023 Запад в Белоруссии, участие там Вагнера в непонятном статусе. Сейчас мы подробно обсудим. С угрозой Вильнюсу и так далее, и так далее, о которой так много говорится. Заявление Путина по Польше и так далее. Морская блокада Украины. Ну, и это все похоже на задирание планки, чтобы потом было что сторговать. Для меня лично. Ну, и вот арест Гилкина в эту гипотезу, украдывая, и всех остальных кричащих, при приструнении, в эту гипотезу укладывается весьма гладко. Я не говорю, что невозможны другие гипотезы. Не, ну, разумеется, разумеется. Так. Хорошо. Хорошо, ты полагаешь, что вплоть до того, что речь может идти о том, что он имел какое-то отношение, ну, к Донбассятине, к заговору, к каким-то людям, которые там недовольство высказывали? Или же это все-таки все политическое, такая, не знаю, там, одножка? Ну, конечно, другому не мешает. Вполне мог, да, вполне возможно, что не нужно. Просто перестал быть нужен ультра-радикальный голос на фоне будущего перемена. Не, это понятно, эта версия понятна. Ну, плюс, где-то там наинтриговали, где-то там, да, на Донбассе, да, все в тех же рамках условного Прикожинско-Суровикинского марша. Некого марша справедливости 2, там, или еще чего-то такого. Там же хлопнули сначала его лучшего друга Квачкова по голове, потом... Да, 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 там новое дело. Там чуть ли не угрожает, да, что он сейчас достанется вообще всем пропагандистам, ультраправым. Это клуб рассерженных... Как это? Патриотиков. И гипертоников, да, судя по стенокардии, которые мы констатировали и так далее, и так далее. Это мы увидим по тому, как будут действовать власти российские далее. Потому что любые действия, как их не маскируй, если они системные, они вектор покажутся, можно будет вычислить. Сейчас рано судить, но рабочая версия у меня такая, что они перед перемирием прибирают ультраправых патриотов. Я не знаю, где перемирия, я сразу скажу вам, но они могут так думать. Я уже не знаю, о чем они переговариваются там, да, в кулуарах, или что они сами себе планируют. Но вообще все их действия не очень похожи на... Задрать планочку повыше, чтобы потом старковаться. Так, мы проводим опрос с нашими зрителями. Сегодня он прозвучит следующим образом. Получит ли Гиркин реальный срок или отделается условным? Понятно, что под этим вопросом предполагается, значит, реально его сплющат, и такая цель у власти. Или же там как-то притворно это все выглядит. Уже 14200 зрителей проголосовало. Да, посадят 44% отвечают. Нет, отпустят. Ну, отпустят под условный срок. Любой другой способ, лишь бы не сидеть. 15%. Это игры Кремля и Лубянки. А вот тут как бы опять такая конспирология. 41%. Ну, лишь сопоставимо с посадкой, конспирология тоже вполне себе канает. Так, нас смотрят 111 тысяч, и 44 тысячи поставили лайки. Явно недостаточно. Пожалуйста, найдите возможным все-таки ссылки на этот эфир разместить сегодня в субботу, чтобы подошли люди и посмотрели этот эфир в прямом эфире вместе с нами посидели. Тут много чего интересного будет. Поставьте лайки, подпишитесь на канал. Давайте переобсудим вот эту новость, перейдем к ней. Вот сейчас мы покажем карту, карту спутниковую, которую опубликовал сегодня Вашингтон-Пост. Эта карта спутниковая показывает, ну, снимок, точнее, спутниковый. Поселок называется Цель. Нашли, конечно, в Беларуси, где располагается ЧВК Вагнер. Причем речь идет о том, что Госпогранслужба Украины заявила, что число Вагнеров в Беларуси за последнее время увеличилось до 5 тысяч человек. Якобы там видят даже какую-то бронетехнику. Соответственно, это Вашингтон-Пост все опубликовал. Мы сейчас показываем эту карту нашим зрителям. Ну вот, смотри, вот все это выглядит предельно странно. То есть, прямо можем сказать, что ЧВК Вагнер, его история в самой России, она, ну, в общем, исчерпана. Потому что там нет ни лагерей, Молькина закрыли там в других местах. Там нет центров, которые полноценно осуществляют работу по рекрутингу. Там нет бронетехники, складов. Ну, вот ничего нет. Самого Пригожина там нет. Но все это почему-то переместилось в Беларусь. Причем наше видение того, что зачем это Лукашенко, она так ответа не получает. Потому что, а зачем тебе вот это вот все? Но, тем не менее, значит, концентрация продолжается. Мы видели эту запись такой в ночи. Я думаю, санкционирован, конечно, Пригожиным с выступлением его и Вагнера Уткина. И вот что ты думаешь, как эта ситуация развивается? Нет, для меня это все предельно логично и выглядит замыслом одного единого плана. Начался он, когда сказали, что ядерное оружие, что обвинили Польшу в готовности там атаковать Беларусь. Потом переместили ядерное оружие, чтобы отгрозить Польшу. Потом, значит, да. Потом, значит, заявил... Вчера Путин заявил, что за польские земли... Да, грозил Польшу. Да, были подарены Польше России. Вообще там не мечтать. Они накручивают ситуацию для того, чтобы угрожать Польшу и Литве. Я думаю, что большей опасностью Литва. Потому что если бы я готовил какой-то скачок и провокацию, я бы сделал следующее. На оперативном фоне учения «Запад-2023» и используя беженцев, заставил бы сконцентрировать польские вооруженные силы в одном направлении. Создал бы видимость угрозы Польши, а потом ударил бы на Литву группой «Вагнер». Будет ли это пограничная провокация, или они 20 километров до Вильнюса по границе добегут очень быстро, доедут на машинах, это неизвестно. Но, во всяком случае, накачивать будут именно этот сценарий угрозы. Так и мы сами осуждаем эту группу. Она у нас преследуется по закону. Они вообще на Крем шли. Они же не вменяемы. Поэтому мы, государство российское, не отвечает за эту группу. Не отвечает. Да, куда она там пошла, разбирайтесь с ней сами. Но мы можем с ними поговорить. Мы можем постараться их уговорить. Но для этого нам нужно раз, два, три, четыре, пять, шесть. Аммиакопровод туда-сюда до окончания войны на нашу службу. Ну и представь себе одновременно. Морская блокада Украины. Забег Купинско-Сватовское направление. То есть, покажи карту Вильнюса и Сулакского коридора. Да, да. И одновременно провокации в отношении Польши и удар по Литве, например. Как слабейшей стороне. По полякам особо не ударишь. В том или ином варианте. Будет ли это информационная операция с некоторым обеспечением на земле. Ножками. Будет ли это прорывы беженцев и среди них провокации против польских литовских пограничников. Или это будет нормальный марш на территорию Литвы. То есть, такой полноценный с бронетехникой либо пешком. Мы не знаем, что они готовят. Я могу сказать, что готовиться нужно ко всем вариантам. А вообще, старый принцип военного планирования выглядит так. Надо готовиться к худшему варианту. И чем худший вариант, тем лучше к нему готовиться. Потому, что если ты готов к самому худшему, ко всем более мелким ты готов. Давай так обсудим. Ну, вот говорят о Сулаксском коридоре, который можно пробить из Белоруссии до Калининградской области. 90 километров. Пустанут эти 90 километров под ударами польской армии. А вот быстро выйти на Вильнюс, до которого 20 от белорусской границы. Куда более. Вот этот красный участок покажи. Вот сейчас мы показываем на карте, значит, вот этот участок. Марк. Еще раз. Я много раз там был многими своими. Своими личными. Своими личными ногами. Ну, так тем более. Ну, какой Сувалковский коридор? 90 километров пройти. Можно рехнуться. По той местности. Кто будет защищать этот участок? Ну, польская армия, как минимум будет. У нее, поверьте, хватит возможности. А литовская армия? А литовская армия тоже будет защищать, если литовская армия не создадут проблемы на другом месте. Я же говорю, реальный замысел такой. Отвлечь поляков напрячь. Заставить сконцентрировать силы, которые способны к быстрому реагированию в одном месте, а потом ударить другом. Если они хоть что-то понимают. В операциях, то на любую операцию проводятся операции отвлечения и прикрытия. Всегда. Это правило. Запрещено проводить операции без операции отвлечения и прикрытия. Ну, а здесь вот смотри, получается как. Сувалки это как прям ровно по границе от Гродно. Вот я показываю зрителям. Вот Райд Рускининская и Сувалки. Вот этот участок. То есть бить, если бить, то бить, то именно здесь. Правильно. На Вильнюсе тебе я не представляю, как это они собираются. Тут бы просто напрямую идешь на Вильнюс, да и все. А что тут? А какая разница? Отвечено с Вильнюсом. Какие там войска поставят? Где? Ну, здесь по границе тут есть свои особенности. А хорошо, что защищает границу там? Где? В Литве. Я имею в виду на Вильнюсе. Я не знаю, то Литовцам надо спрашивать не менее, что у них защищают границу. А части какие-то натовские там есть? Я запреждаю. Ну, там есть натовские части, но ты же поймешь, если 5000 долларов ломанется, то мало не покажется, несмотря на все натовские части. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Я бы отнесся максимально серьезно к этой возможной угрозе. Ну, по-моему, насколько я знаю, и поляки, и литовцы серьезно оценивают предстоящую угрозу. Они выносили даже на уровень НАТО, даже в публичном пространстве, в открытом. Так что, пожелаем им удачи. Единственное, что я хочу сказать, что, ну, как бы, а почему бы не украинской бригаде там не оказаться, например, после начала? Может быть, двум. Но, погоди, бригаде оказаться, ведь это же все стремительно должен делать. Да, ну, вы бы стремительно, боже, туда тоже приехать, я бы так... То есть, погоди, погоди, давай по порядку. Давай по порядку. Чисто на уровне фантазии можно представить себе, что если вот война перейдет к границе НАТО, то спасать НАТО будут пока отреагировать все остальные юридические силы. Или вместе с ними может вполне нашу лучшего союзника Польши и Литвы, наших двух лучших союзников, защищать и украинскую армию. Почему не? Она имеет большой опыт общения с Вагнером, печальный для Вагнера. Печальный для Вагнера. Ладно, хорошо, мы продолжаем наш опрос. Уже 34 700 зрителей проголосовало, получит ли Гиркин реальный срок или отделается условным. Да, по сайту отвечает 44%, нет, отпустит 15%, и это игры Кремля и Лубянки 41%. 140 тысяч нас смотрят, 58 поставили лайки, мы продолжаем. Друзья, у нас отличная новость. На наших YouTube каналах, в гостях у Гордона, Дмитрий Гордон и Олеся Бацман, появились новые возможности для нашего с вами более тесного, дружеского общения. Теперь под этим видео и под каждым видео у нас на каналах есть специальная волшебная кнопочка «Спонсировать». Нажимайте на нее и становитесь спонсором канала. Вы можете выбрать разные уровни и, соответственно, получить разные дополнительные опции и бонусы. От возможности иметь именные обозначения возле наших никнеймов и использовать авторские эмэдзи со мной и с Олеся Бацман на ее канале, до участия в закрытом онлайн-общении со мной только для нашего спонсорского клуба каждый месяц. Спасибо всем, кто вступает в наш спонсорский клуб. Вся команда, которая работает над тем, чтобы наши каналы были самыми лучшими, самыми яркими и самыми интересными, очень это ценит. Давайте тогда посмотрим, что происходит на фронте и там есть о чем обсудить. Сейчас покажем карту Deep State. Да, сейчас мы начнем с Ватого Кримена или где начнем? Можно оттуда начать. Давайте сюда. Значит, несмотря на все страшные стотысячные группировки и несмотря на то, что они начали вдоль всей линии фронта. Видите, сколько там стрелочек намалевано. Страшно. Двигаться у них получается не очень. Первое – это благодаря стойкости сил обороны Украины, которая там стоит. Второе – благодаря сложности местности, в которой очень трудно вести наступление батальонами и бригадами, несмотря на их наличие, полками. Все это рассыпается за бои, за отдельные взводные и ротно-опорные пункты в лесистой холмистной местности, в сложных условиях, поэтому это непросто. Значит, у них как бы два основных направления усилия. Если смотреть на Сватого, то это от Сватого в сторону Боровой и Севернее туда. Видите, на то есть они пытаются двигаться. Вот Боровая, она идет по Осколу и как бы пополам делит на Северную группу и на Южную. А на самом деле это группа Центр внизу, группа войска, а Севернее – группа Запад у них. И та же самая, хорошо нам знакомая последние месяцы, направление, общее направление на Лиман. Вот это вот на Серебрянское лесничество от Дебровой идет вниз. И на Торское, на Лиман как таково. Они предпринимают значительные усилия. В бой идут там одни старики, там десантники, танкисты, там много-много чего. Там достаточно серьезные части собраны, ну, в принципе, по той сорянке, которая есть у них. Но у них не очень получается. На некоторых местах они берут там 500 метров, но их отбивают обратно наши же войска. То есть там то они в забеге устраивают, то мы в контратаке, то мы в забеге, то они и так далее. То есть там через полосицы, там нельзя сказать, что там наступление. Но наступление, вернее, такое успешное, однозначно, когда они нас продавливают и движутся. Но боевые действия там высокой интенсивности. Применяется авиация, артиллерия, танки. Они варьируют и так далее, и так далее. Но как бы нет успеха, который они ожидали. Сконцентрировав подобное количество войск, там превосходство у противника достаточно серьезное. По артиллерии там один к десяти, может быть, даже больше. По личному составу один к пяти, может быть, даже больше. Как говорят, злые языки утверждают. И они возлагали их языки. Они возлагали на это очень большие надежды. Что, мол, сейчас продавим хохла, и вот выйдем на границу Луганской области. И вот тут-то они пока поймут, с кем они связались. Да, ну и политически будет что-то заявить. Снова освободили Луганскую область. Но у них не выходит. Не выходит. И первые бои, первые несколько суток боев показали, что легкой прогулочки там не были. Я же говорю, наши войска даже умудряются контратаковать. Хотя на некоторых направлениях они продвинулись. Поэтому стремительное наступление страшной стутысячной группировки, превышающее того, что в Афганистане превратилось в цепь тяжелых боев на очень специфической и непростой местности. И мы видим, что в телеграм-каналах полно видео накрытия кассетными снарядами противника на этом направлено. Поэтому нашим солдатам там нелегко. Пожелаем им удачи. Но они стоят и стоят. Прочно. И я не думаю, что у противника получится что-то серьезное. Честно. Так, ну будем двигаться по линии фронта дальше. По линии фронта Бахмута. На Бахмуте мы и движемся, соответственно. По-моему, если посмотреть внимательно, то вознято же самое в районе Берховки и Ореховасильевки севернее Бахмута. А вот южнее меняется начертание в районе Курдюмовки и Клещеевки. Туда-сюда. Злые языки утверждают, что они готовят между Курдюмовкой и Клещеевкой как раз находится Андреевка. Что они там якобы готовят позиции. Но готовить их можно сколько угодно. Вот если их обойти южнее и севернее, то, как мы понимаем, готовь-не готовь, в центре будет грустно. Посмотрим, что там произойдет. Но там не удается остановить движение наших войск. Пусть оно не составляет километры в сутки. Оно медленное. Но, несмотря на все усилия, они значительные усилия, я понимаю, двигаться не удается. Противнику подвигательности, точнее, наших. Теперь берем, что Авдеевку. У них злые языки утверждают, что они устали забегать на Красногоровку. На Веселое, на Каменкое. И войска, которые атаковали там, перебросили на южную часть. То есть, такой локальный маневр был. Не знаю, правда это или нет. Это их корреспонденты пишут. Военные. Мы, как всегда, своих не сдаем. А и то, что они дают, можем пообсуждать. И критически пообсуждать. И якобы перебросили направление на Опытное, Водяное, вот туда, южнее. И южнее пытаются двигаться. Решили, с севера не получилось. Решили немножко поокружать с юга. Но, как видим, это нижнее Клеща. Достаточно далеко заходить за Авдеевку. Водо так идут в район Первомайского, там обозначенные и так далее, и так далее. И они пытаются повторить, безусловно, ту же историю, что была с Бахмутом. Охват с севера и с юга. Но, думаю, что и там у них не очень выйдет. Есть у меня такое ощущение. На Маринке бои практически без движения с их стороны. Тяжелые бои идут. И наши там их успокаивают, достаточно уверен. Хотя непросто. Там обоим сторонам, сразу скажу. Берем теперь Старомайорское. Там идут бои. В подробности вдаваться не будем. Потому что я всегда действую по принципу «не навреди». И лучше оставить определенный уровень абстракции. Понятный там, да. Людям далеким от военного дела. Нежели рассказывать тех, кто с какой стороны окружает. Но, поверьте, там движение есть. Есть движение, скажем так, многообещающее для нас. И не очень приятное для противника. Они, соответственно, подкидывают резервы. Пытаются там бороться. Потому что, как только мы его берем и движемся южнее, в нее возникает, ну, скажем так, прямая угроза уже основной линии обороны. Но главная угроза для их основной линии обороны в том, что некому защищать уже будет эта линия обороны, если они так дальше еще немножко повоюют. Или, скажем так, мало кому будет защищать. То же самое мы берем в район Работино. Да, вот у нас-то вторая проблема там у них, верни. Мы там продвигаемся, да. Это медленно. Как всегда, это борьба на выбивании и выбивании противника. Борьба за отдельные посадки. Горки, там, стыки посадок и так далее. Но работа идет. Я думаю, там можно ждать определенного успеха. Ну, и понятно, что идут бои. Есть видео возле моста, Антоновского моста. Были кадры сегодня битой российской техники. Там, которую жгут наши туристы. Вот, поэтому, ну, в целом тенденции те же самые. Значительных изменений обстановки за сутки не зафиксированы. Горячих очагов у нас мы видим. Это Сватовское, точнее, Купенско-Лиманское направление. Это у нас там бои по всей линии Патрический фронт, по всей протяженности этой линии. Это у нас Южнее Авдеевки. Это у нас Севернее-Южнее Бахпута. Это у нас Старомайорска. Это у нас Работина. Это не означает, что нет боев и столкновений на других участках. Там, где мы причислены, наиболее сильные боевые действия, наиболее активные. Так, с картой ясно. Значит, президент Украины Владимир Зеленский уверяет в своих западных союлях, что контрнаступление ВСУ вот-вот наберет обороты. Передают в Financial Times со ссылкой на заявление Зеленского на Аспинском форуме безопасности. Он ответил, что вынужденная задержка на начало контрнаступления позволила России заминировать многочисленные территории и возвести оборонительные рубежи. Мы приближаемся к моменту, когда соответствующие действия могут набрать обороты, потому что мы уже проходим через места заминирования и разминируем эти районы, отметил Зеленский. Как пишут в Financial Times, представители западных стран, присутствующие на форуме, были встревожены медленным ходом операции. Причем Селиван, если ты слышал, буквально вчера накануне заявлял о том, что действительно контрнаступление украинское связано с потерями значимыми, с проблемами именно связано с минами, с минированием и так далее. Но вот что ты думаешь относительно контрнаступления и этой речи на Аспинском форуме и вообще всей проблематике? Ну, так сегодня же американцы же заявили, что как только будут введены основные украинские силы в бой, ситуация резко может измениться в их пользу. Потому что они же признали, что мы не ввели значительную часть своих сил, потому что не создали условия для их ввода в войск. Эти условия создаются бригадами первой линии, определенными резервами, неполными. Но большая часть наших сил в бой еще не входила, не введена. Они придерживаются до создания условий. То, что сейчас происходит, называется формирующая операция на натовском военном языке. Они формируют условия для ввода в бой главных сил. Когда будут введены, мы пойдем и всем понравится. Так вот, президент донес эту мысль в свойственной ему форуме, скажем так, как там люди поймут. Вот это совершенно очевидная вещь. Это знают все, кто более-менее близок к этим. Мы еще не начинали по-настоящему. Но вот эта проблема с минированием. Ты как думаешь, насколько это все действительно ограничивает возможности вооруженного силу Украины? Как с этим будут решать? Как это решает? Есть разные приемы и способы решать это все. Ограничивает в значительной степени. Но оно не в состоянии остановить сам ход наступления. Замедлить, да. Остановить не в состоянии. Ну и кроме того, минные поля, если их ничего не прикрывают, они же как бы проходятся. Просто приходят саперы их разминировать. Пусть это долго, пусть это опасно. Не, ну естественно их прикрывают. Их нужно прикрывать. А те, когда их прикрывают, начинается нормальный общевосковой бой. Когда начинается нормальный общевосковой убой, украинская сторона за счет превосходства в точности артиллерии, контрбатарейной стрельбы и так далее, начинает выбивать тех, кто их прикрывает. Может быть только армия США, и то я думал, что да, на конкретных условиях, у них бы были большие проблемы, в том числе потери. Американские брэдли, горелли бы точно так же, как украинские брэдли. Вот это непросто. Но нужно понимать, что само минное поле, еще раз повторюсь, ничего не решает. Решает только минное поле, которое прикрыто всесторонне. Когда ты его прикрываешь, ты несешь потерь. Они несут эти потери, эти потери накапливаются. Однажды произойдет изменение, количество изменений накопится, и произойдет качество доскачевки. Вот. И когда они провалятся, потому что просто не в силах будут удерживать там отдельные участки фронта, то тогда наступит время введения туда аккуратного, такого последовательного системного введения главных сил наших резервов. А вот их останавливать будет гораздо сложнее, потому что во всех этих героических обороне полосы и обеспечения, которые они ведут, они ее создали, да, и создали впечатляющую. Они несут очень большие потери. Они уже давно задействовали резервы. Мы нет основной резервы, они давно уже задействовали. И эти резервы тоже заканчиваются. Более того, они сменили принцип ротации. Они уже не меняют батальоны и полки на месте в линии потерпевшей потери, а просто россыпью их пополняют. Потому что те подразделения, которые отвели на переформирование и на восстановление боеспособности, сами биты настолько, что уже меняться не получается. А кроме того, давление, которое силы обороны Украины оказывает такое, что менять целые батальоны, бригады и полки уже не выходит, только пополняться. А это признак очень неблагоприятный для них. Очень. Это значит, что они потеряли способность, теряют точную способность, осуществлять плановые ротации подразделений, плановый вывод на восстановление боеспособности. И это показывает, что с резервами не очень. Ну, как бы все идет по плану. Как бы не затаскивали эту фразу, на самом деле все идет по плану. Идет нелегко, в силу специфики сложившихся условий. Но то, что мы цели этого наступления выполним, я уверен. Ясно. 160 тысяч зрителей прямо сейчас нас смотрят. 68 тысяч поставили свои лайки. Просьба все та же, неизменная. Размещайте ссылки в своих аккаунтах, социальных сетях. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Висторовича. Продолжается наш опрос. Получит ли Гиркин реальный слог или отделается условно? Да, отвечают. Посадят 45%. И 48 с лишним тысяч нет, отпустят 15%. Это Игр Кремля и Лубянки 40%. Дорогие друзья, благодаря в том числе и интернет-магазину Гордон Шоп, мы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем. Заходите в интернет-магазин Гордон Шоп и приобретайте там все, что хотите. Начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом. А еще там есть конфеты, Гордон в шоколаде, птичье молоко. А еще там есть яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде. А еще там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине Гордон Шоп, скучного точно не будет. Покупайте мой мерч. Приближайте победу Украины над фашистской Россией. Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализован. В контексте зерновой сделки и некоторого развития ситуации уже прошло там три дня, когда мы в последний раз с тобой обсужали, твой ответ – ничего не будет, никто ничего не будет предпринимать. Ситуация, ну, скажем так, она где-то изменилась, обозначены пять условий, которые Путин поставил. Он их озвучил на случай возвращения сделки. Там действительно и просто и Косбанк, Свифт, и, значит, альмякопровод, и такое, знаешь, среди них – снятие ограничений. Точка. Что под этим произойдет? Снятие ограничений дословно. И все. Дальше следующий пункт следует. Вот снятие ограничений, как мы понимаем, это как-то заход на большое послабление санкций. Ну, я так себе это представляю. Какие ограничения? Нужно снять ограничения такие-то. Нет, просто снять ограничения. Давайте по порядку вспомним те какие-то, словом, которые говорили, что Эрдоган уже покажет сейчас Путин. Эрдоган показал, он призвал выполнить условия Путин. То есть Турция проводит, давайте раз и навсегда. Турция проводит, по Эрдогану, самостоятельную политику, и она далеко не всегда комплементарна интересам НАТО или Украины, она комплементарна турецким интересам, в первую очередь. А потом и все остальные. С другой стороны, я думаю, что и здесь это Экидо с Путином. То есть он сначала послабление, потом все равно он даст свое. У него вечно водят за савом и так далее. Но пока ситуация выглядит так, что условия выставлены, что условия озвучены. Я думаю, неформально там более подробно озвучено, чего они хотят. И ответа на эти условия пока нет. А есть удары российские по нашей зерновой инфраструктуре. Задача которых сделать так, чтобы даже когда будет перемирие, мы не смогли ее переваливать и продавать просто потому, что инфраструктура поломана. Вот и все. То есть эти парни знают, что мы со всей конкурента позерну, и Украина и Россия. И просто пытаются обеспечить себе внеэкономическими средствами конкурентное преимущество на рынке. Поэтому шок, кстати, тоже признаком может быть их расчета на какой-то там перемирь. Морская блокада – вопрос нерешенный. Президент его сегодня поставил. Он сказал, что давайте собирать совет НАТО. Мы же учредили совет НАТО Украины и думать что-то по поводу морской блокады. Президент Смирновского государства, и это вышло в публичное пространство, где он призвал собрать совет, потому что он сказал, ну вот конкретно. Это как раз вопрос, который должен решаться в рамках подобного совета. Давайте какие-то коллективные действия на что-то рассчитать. Но пока Запад не показывает каких-либо признаков готовности или уже подготовки какого-то ответа. Они, как всегда, будут долго совещаться, но выработают этот ответ. Из признаков ответа они, два пакета помощи, которые американцы сейчас нам предложили, и немцы тоже, усиливают наше ПВО. И намеки сквозь зубы показывают, что это ПВО будет усиливать Одессу и Одесскую область. Там, где находятся основные перевалочные мощности, портовые и не портовые, по зерну. Нам 40 тысяч снарядов дают Гепардам, нам дают два новых комплекса на Самсам, американцы, ракеты дают, Патриотам, на Самсам и так далее. Поэтому будет усилено. Но это пассивные меры защиты. Пассивными мерами защиты война не выигрывается. Особенно, когда лупят по 10 Ониксов в один несчастный мост. Это, знаете ли, такая себе интенсивность. Нужны активные меры. Будут ли активные меры, я по-прежнему сомневаюсь. Меры сдерживания, сомневаюсь. То, что будет торговля, и эта торговля, как всегда, с российской стороны, они будут пытаться свою переговорную позицию накручивать еще больше. Это то, о чем мы говорили. Угроза Литвея, угроза Польши и так далее. Да, в это я верю. Они явно пошли на эскалацию для создания переговоров. Не для того, чтобы третью мировую развязать. Для того, чтобы создать себе переговорную позицию более развязываться. Очень похоже на это. Пока у меня это рабочая гипотеза. Я рассматриваю это как основную рабочую гипотезу. Я не говорю, что это истина, а последняя эскалация. Но похоже на рабочую гипотезу. Но то, что какой-то ответ будет от НАТО, я уверен. И надо просто подождать и посмотреть, что выплывет в публичное пространство, чтобы было что-то содержательное обсуждать. Как же они реагируют на морскую блокаду в Черном море. Потому, что заявление о том, что это спровоцирует продовольственный кризис в мире и может послужить причиной смерти миллионов людей заявляется на уровне ООН. То есть, оценки раздаются такого уровня. Посмотрим, что будет. Ты считаешь, что ни при каких обстоятельствах не будет военного сопровождения судов, которые будут идти из Одессы и Николаева? Нет, ни при каких нельзя сказать. При определенных обстоятельствах оно может быть. Например, если случится прямой ацидент, когда россияне утопят судной под нейтральным флагом. Но такое возможно? Это смотрят при определенных обстоятельствах, и это возможно тогда. Тогда, безусловно, возможны военные сопровождения и ультиматум определенные и так далее. Но пока этого нет. Пока это только риторика на уровне грозных заявлений. И то российская сторона отработала назад, она же там поправку вносилась, сказала, давайте уточним. Это касается, в первую очередь, украинских судов и так далее. Но, как бы, стороны обменялись заявлениями. Они заявили, что рассматривают все суда. Но, в дружескоп. Смотри, сделка прекращена. Суда ходят или нет? Сейчас передвижение есть? Танкеры? Не знаю, честно. Я думаю, что Черное море полно судов. Особенно идущие в российские посты, типа Новороссийская. Но в украинские, наверное, где ходят, мне так кажется. Кто пойдет в порты воюющие страны, не имея определенных гарантий. Сделка же разорвана. Поэтому никаких страховок не хватит, чтобы это оплачивать. Поэтому там сложилась односторонняя ситуация. Нам и не обеспечили морскую блокаду, а сами пользуются, наслаждаются свободой судоходства. И это неправильно. По-хорошему, нам бы иметь вооружение, которое нахер смешает с уровнем моря Порт-Новороссийска. Какие это вооружения? Ну, это ракеты, которые позволяют бить так далеко. Какие это ракеты? Ну, их нет. Хорошо было бы, чтобы они были. Например, отечественного производства. Но их нет. Но вот это в будущем хорошо. Флук, дронов там, и много чего интересного такого. Но, увы, ах, пока такого нет. Поэтому о причинах это надо говорить и в этой программе. Или отдельно говорить 15 минут. Поэтому их все знают. Некоторая наша нерасторопность, я бы сказал, деликатно. В этой сфере. И довоенная, и во время военной. Пока имеем то, что имеем. Президент призвался, говорит, надо дать ответ на это. Выработать совместные меры. Он, кстати, проводил совещание с нашим руководством вооруженных сил и министерством инфраструктуры. Для того, чтобы найти возможность транспортировки зерна в том или ином городе. Посмотрим. Посмотрим. Вот, смотри. Джек Салливан также заявил о том, что ведутся переговоры между Зеленским и президентом Байденом о предоставлении ракетных снарядов Атаканс. Причем это сказано, что решают вопрос. Видимо, это как-то связано с контрнаступлением и ситуацией с зерновой сделкой, рисками, связанными с обстрелом инфраструктуры украинской. Ну и так далее. Ты считаешь, это может вот все это эскалация привести к тому, что все-таки будет решен вопрос? С ними-то вообще просто с атаком своему заведение. Было бы все хорошо. Потому что сегодня в Крыму в районе Октябрьского. Было бы большой и интересный взрыв. Аксенов прокомментировал и сказал, ой-ой. Взрывается все дальше. Дальше и дальше. Так вот, там был склад вооружений авиационных. И нефтехранилища. Ну, заправка. То есть, в них попали. И там пришлось эвакуировать даже мирных жителей. И даже блокировать. Сегодня блокировалось движение по Крымскому мосту по сумме причин. Да, и так далее. То есть, какое-то движение происходит. Атакамцы, безусловно, добавили бы много ярких страниц в историю этого движения. И осложнили бы, например, этим товарищам разнос украинской инфраструктуры. Дело в том, что пассивная оборона, сколько ты там ни стоять ни по ООО, она, ну, это очень слабая позиция. Нам нужна возможность атаковать те военные цели, которые осуществляют морскую блокаду и террор Юга Украины. Одесса и Одесская область. Ну, и не только. Николаева, Херсона и так далее. И если так, то да. То тогда это будет очень весомым аргументом для того, чтобы и разрушающим эту самую морскую блокаду, и попытку уничтожить зерновую инфраструктуру. И вот это было бы уже конкретным эпизодом спасения мира от голода. Ну, не мира, а части мира. Поэтому тут надо, я бы говорил бы еще с африканскими странами, странами Ближнего Востока, Северной Африки, заинтересованными в украинском зерне, на тему оказания ими определенного давления и в ООН, и в рамках других институций, по поводу того, что, ребята, пока вы там так будете тряхаться, у нас проблема голода ставит в полный рост. Это уже не проблема Украины и юга Украины. Это проблема наша. Давайте как-то что-то делать с этим. Ну, а на саммите в Санкт-Петербурге, который там намечен, Россия и Африка, я думаю, что посмотрим, как отреагируют лидеры африканских стран многие на эту тему. На тему постановки Российской Федерации, то есть принимающей стороной саммита народов некоторых африканских стран под угрозу голодной смерти. Раз, а во-вторых, мы видим, что Южноамериканский суд выдал ордер на арест Путину в случае его явки. Я думаю, это может быть недвумысленно связано с ударами по инфраструктуре морской блокады Украины. Не исключено, не исключено. Не, но он пытался добиться публичного решения о том, что кто-то не собирается в частности ЮАР соблюдать решение международного уголовного суда. Ему важно было именно заявление, не факт того, что он может пролететь в ЮАР. Это вообще с другими проблемами связано. И он этого не добился. Я думаю, там включились и западные как-то страны, и лидеры их. Не должен дядя, который ставит народы Африки под угрозу голодной смерти и ездить в Африку на нас. Это правильно, это неправильно. Вот и всё. Ну, вот смотри, следующая тема. Мы уже почти две минуты, 41,5 минуты в эфире, но нам надо договорить эти темы. Кассетные боеприпасы начали применяться активно. Украинская страна, американские, видимо, да. И уже сегодня убили некого Ростислава Журавлёва, который представлялся военкором РИА Новости, а по совместительству был нацболом. И, в общем, из этой вот он среды, его, значит, этими кассетными боеприпасами в районе пятихаток, как я это понял, я могу ошибаться в деталях, всё-таки сегодня накрыли. Вот первая ласточка, так сказать, но, может, не первая, не знаю. Насколько эффективны кассетные боеприпасы по части наступления? Ну, смотрите, смотрите, давайте сразу развеем мифологию, сложившуюся вокруг кассетных боеприпасов. Они не замена обычным снарядам. Они не эффективнее в несколько раз обычных снарядов. Это специальный нишевый тип боеприпасов артиллерийских для решения определённых задач в определённых условиях. Они не заменяют полностью обычные снаряды. И обычные снаряды по определённым видам целей для определённых видов стрельбы эффективнее намного. На кассетные эффективны свои ниши. Эту нишу, я говорил, открыто расположена живая сила и техника, мало бронирована или не бронирована. И поймать на марше. У нас есть видео, где поймали колонны на марше. У нас есть видео, где накрывается группа пехоты противника. Как бы ни одна, ни два, ни третя. Ну, вот гибель этого товарища в районе пятихаток. Показывает, что и в районе пятихаток движение идёт. Они всё ни одним работином живы на Южном фронте. Ни одним старомайорским. Но то, что количество видео увеличилось и удачных накрытий увеличилось, и по определённым целям это весьма эффективное оружие, оно не изменит правила игры. Но то, что оно окажется весьма... Это некий Марсин, который пришли когда-то. Но то, что оно достаточно эффективное, эта эффективность, да, уже мы видим на поле боя, это правда. Это есть. Ну, только и российская сторона применяет их очень активно. С самого начала. А мы только начали. Но визга как-то с их стороны больше по поводу... Ну, бывает, потому что кучковаться станет, становится всё сложнее. И снабжаться всё сложнее. Потому что колонну подогнать, это уже получить означает. Надо где-то останавливаться, маскироваться, рассыпью посылать. Это всё страшно осложняет логистику. Но мы делаем всё, чтобы она была осложнена у них. Чтобы проблемы у них были. Вот, кстати, сообщают, что депутат Госдумы, он теперь депутат Госдумы Бородай, который ехал в машине, да, на фланге Блахмутской группировки, на южном фланге, был обстрелян автомобиль, пострадали два офицера, сам он не пострадал, якобы. Ну, так вот сообщают. Значит, смотри, одна из последних тем, это вот всё. Американская разведка официально заявила о том, что тактическое ядерное оружие находится в Белоруссии. Оно там размещено, то есть, все эти уже предположения, они исчерпаны. Ну, как бы, видимо, они получают информацию спутниковую, и помимо спутников ещё есть, так сказать, какие-то атерактивные сведения. То есть, это всё вместе суммируется, я так понимаю, и Вагнеры, и размещение ядерного оружия, и заявление Путина о том же Сталин вам территории Польши подарил, вы тут учтите, как вы... Это единый замысел поэскалации на польском и литовском направлении. Какие формы... Так что в итоге-то они хотят добиться? Ты сказал переговоров, добиться переговоров лучших переговорных позиций, заставить пойти... Однозначно. Создать новый участок платформу для давления. Да, и коллективный Запад сейчас будет перед лицом Москвы блокады, давление на Польшу, Польшу, Литву и Белоруссию, ещё кое-нибудь гадость. Контрнаступление и так далее. Контрнаступление, ещё какую-нибудь гадость. И не забываем, что остаются возможные шантажи подрывом Запорожской, и так далее. Удары по зерновой инфраструктуре, угроза голода. Вот как много всего переговорного создаётся. Такая волна поднимается, что прямо видно, как собираются торговаться. Какие формы приобретёт, посмотрены. Публичные, непубличные, открытые, неоткрытые. Но то, что они пытаются накачать свою позицию, заставить Запад говорить по очень многим вопросам, это да. Это моя, повторюсь, рабочая гипотеза настоящая. Ну что же, значит, смотри, прям ближе уже к концу, значит, здесь были вопросы. Мы сегодня вот не будем называть фамилии, много было вопросов относительно этой ситуации в Одессе с военкомами. Появилась информация, что весь руководящий состав военкоматов в Украине проверит на предмет коррупции в течение трёх месяцев, заявил глава Национального агентства по противодействию коррупции НАПК Украины Александр Новиков. Ну, и Зеленский об этом говорил, что не обогащение, откуда всё взяли и так далее. Ну, президент сегодня поднимал Одесского военкома, этого вечернего обращения, да, и он сейчас неизвестно где, он куда-то сбежал. Есть мнение, что он воюет под Бахмутом, сбежал туда. Это ироническое мнение наших зрителей, которые шутят, что он бы сбежал под Бахмутом. Да, сразу говорю. То есть ты полагаешь, что с этим может наладиться, потому что вопросов по этой теме много, ну, и как бы болезненно всё в связи с этим, что вот так, мол, и так, то есть коррупция присутствует. Марк, вот это то, что называется в Украине старая система, которая присосалась как спрот к телу Украины и живёт её 32 года. Это враг страшнее Кремля. Кремль страшный враг, вековечный. Но эта система страшнее, потому что она вовсю подыгрывает Кремлю для того, чтобы мы проиграли. Её надо добить государство. А уж приобретает оно на конкретном участке лицо военкома, или лицо налоговика, или лицо какого-нибудь Кашника, который с проверкой вдёрся на фирму, шантажирует бизнесмена, или лицо ещё кого-нибудь местных региональных каких-то там властей, которые тратят 150 миллионов на стадион, чтобы потратить их на дроны и так далее. Неважно. А у неё тысяча лиц у этого дракона. И его надо добить, уничтожить, иначе они уничтожат Украину. Это огромное. Хач, я прямо сейчас тебе этот рецепт выдам. Прямо вообще продаю бесплатно. Всех на фронт. Всех военкомов на фронт, этих на фронт, налоговиков на фронт. Всё, на фронте люди нужны. Люди нужны. Родина зовёт. И почему бы им, как говорится, не проявить себя и в окопах. А может, они окажутся большими патриотами. Что здесь такого? Всех на фронт. А что здесь неправильно? Всех граждан Украины перед... Я не буду спорить. Я просто хочу сказать, что система тысячи лиц, даже фронтом она не исчерпается. Тем более, что на фронте во всём работает система. Так что и на фронте бывает множество дел, связанных с проявлением этой системы. И коррупция, и всё на свете. Поэтому её надо добивать везде, где она есть. Её надо в корне менять, о чём-то сковырнуть. Окей. Мы его спрутаем, и мы его добьём, нахрене, когда не пойдём. Не знаю, что ли. Почти 170 тысяч нас смотрят. Около 80 тысяч поставили лайки. И мы заканчиваем наш опрос. 60, почти 1 тысяча проголосовало. В нашем сегодняшнем опросе. Получит ли Гиркин реальный срок или отделается условным? Да, посадят. 45% отвечают. Нет, отпустят. Отвечают 15%. Это игры Кремля. И Лубянка отвечает 40%. Ну, понятно, считают, что посадят. Но, вы знаете, многие также сопоставимо считают, что это какие-то там игры Кремля и Лубянки. Может быть, это лишь показушная такая история. Ну, посмотрим. Ситуация находится в развитии. Будем за ней следить. Мы с Алексеем увидимся в понедельник. 22 часа, как обычно. Завтра у нас будет эфир в 20.00 со Станиславом Белковским. Ну, он впервые появится у нас на канале. Вот мы с ним договорились. Так что завтра тоже обсудим все эти темы, касающиеся Кремля и ЧВК Вагнер, Гиркина и всего остального. Будет очень интересно. Поэтому приглашаю всех завтра в воскресенье в 20.00 прийти на эфир с Белковским. Алексей, спасибо тебе огромное. Ну что, будем на связи, как говорится, с Допочтельника. Всем всего доброго. Всем пока.